Привет! Майские праздники в этом году обещают быть очень длинными. Мы задумались, чем можно занять себя на эти 10 дней. 10 дней! И получилось 7 отличных советов, плюс к каждому совету мы прикрепим ссылку в описании на вдохновляющие истории людей из разных регионов нашей необъятной. Поехали! Первомайские демонстрации в условиях коронавируса, да и вообще любое большое скопление людей в одном месте сейчас не лучшая идея. Хотя говорят, что парады победы кое-где все-таки пройдут. В прошлом году уже проходила онлайн-монстрация. Почему бы не повторить? Можно нарисовать плакат и повесить его на своем балконе. Хотя мы же в интернете, можно сделать просто так. Присылайте свои отфотошопленные варианты в комменты, посмотрим, что получится. А обзор прошлогодней демонстрации вы найдете под видео. Можно провести день с собачками из местного приюта. Прогуляться вместе с ними и привезти для них с собой корм. Может вы влюбитесь и одинокий песель наконец-то обретет свой дом? А можно записаться в волонтеры. Есть множество организаций, кому постоянно требуется помощь. От Лизы Алерт, у которой сеть почти по всей стране, до локальных урбанистов и организаций, помогающим бездомным. Время навести чистоту. Прибраться можно дома, вокруг дома, в соседнем парке или на берегу местной реки, где все будут жарить шашлыки. И потом опять после них придется убираться. А можно пойти еще дальше и организовать экологическую акцию по сбору мусора или старой электротехники, как делают в Туле. Инструкция, как организовать подобную движуху самостоятельно, где-то там. Саморазвитием мы обычно и так занимаемся в нерабочее время. А целых 10 дней дают нам возможность прокачаться по полной. Сейчас в сети можно найти множество платформ и курсов и пройти один из них. Например, наш. Курс «Получилось» научит вас решать городские проблемы при помощи медиаинструментов. 16 коротких видеоуроков с тестами и чек-листами. Можно даже за один день управиться и все пройти. Ладно-ладно, не обязательно все 10 дней заниматься чем-то полезным и осознанным. Иногда можно просто отдохнуть, поваляться подольше или сходить в кино. Там как раз показывают переиздание «Властелина колец. Возвращение короля». Вот туда, пожалуй, я и отправлюсь. Эй, ты куда? А, мы же еще не все. Кстати, это пальто я купил в Second Hand пару лет назад. И сейчас оно мне становится немного маловато. Совет самому себе, Ваня, нужно похудеть. Так что же мне с ним делать? Уже и не поносишь нормально, и выкидывать жалко. Выход есть. Можно устроить своп-вечеринку со своими друзьями или вообще организовать фримаркет для всех желающих. Познакомиться с новыми людьми и обменяться качественной, но уже не нужной вам одеждой не только приятно, но и полезно. Ну и, наконец, подпишитесь на наш YouTube-канал и остальные соцсети. У нас даже TikTok есть, представляете? Ставьте лайки, делайте репосты и читайте 7 на 7. Пока. Я на «Властелина колец». Субтитры подогнал «Симон»!